МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обозначить основные направления развития региона на ближайшие десятилетия и выслушать замечания и предложения. Проект программы развития Ненецкого округа до 2025 года представлен широкой общественности. Стали ли цены на молочную продукцию фиксированными? Представители проекта «Народный контроль» провели рейд по магазинам, чтобы убедиться в этом лично. Вслед за Мурманской областью привлечь медицинских специалистов в так необходимых округу предложенные с числа беженцев, покинувших неспокойные районы Украины. На встрече с руководителями средств массовой информации глава региона Игорь Кошин сказал, что он готов представить широкой общественности основные направления развития региона на ближайшее десятилетие. Поделиться своими мыслями, своим видением дальнейших перспектив округа с каждым его жителем. Проект концепции развития Ненецкого округа до 2025 года уже сегодня может увидеть любой желающий. Ненецкий округ стоит на пороге больших и качественных изменений. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин на встрече с руководителями средств массовой информации. Договоры передачи полномочий от Архангельской области в Ненецкий округ и федеральная программа о развитии Арктической зоны открывают перед регионом огромные перспективы. Ни для кого не секрет, что 2 мая 2014 года был подписан указ президента Российской Федерации о вхождении всей территории Ненецкого автономного округа в Арктическую зону. И это несет за собой действительно ряд очень качественных преобразований, которые мы должны подготовить программу развития округа в связи с федеральной программой. В связке с федеральной программой. У нас округ – это часть страны, и программа развития округа должна совпадать с развитием нашей страны. Игорь Кошин также отметил, что при принятии решения он будет основываться на мнении населения. Глава региона уделяет большое внимание обратной связи, социальной сети, блок, горячая линия. Поэтому концептуальные основы развития округа будут вынесены на широкое обсуждение, итоги которого лягут в конкретную программу развития региона. Основные ее направления в ближайшее время будут опубликованы в средствах массовой информации. Кстати, уже сегодня жители округа могут ознакомиться с проектом концепции развития Ненецкого автономного округа до 2025 года на сайте www.admdefisnow.ru Высказать мнение, замечания и предложения, поделиться мыслями с главой региона все желающие могут по электронной почте www.admdefisnow.ru А в завершении встречи Игорь Кошин поблагодарил средства массовой информации за объективное и разностороннее освещение событий, происходящих в округе. Представители проекта «Народный контроль» провели рейд по магазинам, чтобы убедиться лично, стали ли цены на молочную продукцию фиксированными. Напомню, с 1 июля стоимость товаров агропромышленной компании упала почти вдвое. Это связано с принятием решения администрации Ненецкого округа о выделении предприятию дотаций. Таким образом, агропромышленная компания теперь нельзя продавать сметану, сливки, масло, молоко, кефир, бифидок и другую продукцию по цене вышеустановленной. Рейд показал, что Ненецкая агропромышленная компания добросовестно подошла к выполнению требований. Молочную продукцию они продают по фиксированным ценам. Например, полкилограмма масла стоит всего 200 рублей. До 1 июля стоимость товара была в два раза выше. А 250 граммов сливок теперь можно купить за 62,5 рубля. Ценники соответствуют. Ценники соответствуют. Видите, ассортименты еще сегодня есть. А 1 июля, когда мы зашли, вообще ничего не было. Люди все раскупили. Все раскупили сразу, понимаете? Получается, цены упали вдвое, да? Цены где-то упали, да. Продавцы отмечают, после снижения цен молочную продукцию жители Наринмара стали покупать почти вдвое чаще. Прилавки пустеют уже после обеда. Впрочем, как показал опрос, многие горожане до сих пор пока не знают о фиксированных ценах. Это хорошо, я так поняла, что дотации украдут. Это хорошо за вас, да? Да, радует. Был очень приятно, удивлен. Вот вышел из магазина, смотрю, и цены-то упали, упали. Обычно же все у нас как в городе, растут цены. А вот на молочную продукцию, особенно для северных людей, это приятно, приятно. Новшество пока касается только продукции Ненецкой агропромышленной компании. Однако остальные поставщики подтянутся, уверены в управлении АПК и торговли. За нарушение установленной цены магазинам и розничным сетям грозит немедленное расторжение договора с администрацией Ненецкого округа. Ирина Цепетова, Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Как решить вопрос острой нехватки специалистов в округе, знает первый заместитель губернатора Ненецкого округа Евгений Алексеев. Одним из способов устранения кадрового дефицита в здравоохранении он назвал привлечение в регион квалифицированных специалистов из числа беженцев с юго-востока Украины. Беженцы будут продолжать пребывать в наш регион. Среди них могут быть именно те специалисты, которых остро нуждается округ, отметил Евгений Алексеев. А чтобы вопрос решился оперативно и эффективно, он предложил выехать в районы временного размещения беженцев, покинувших неспокойные районы Украины, с тем, чтобы найти среди них квалифицированных медицинских специалистов. Руководителям здравоохранения было предложено не сидеть на месте, а активизироваться в решении кадровой проблемы в отрасли. Тем более, что такой опыт, как отметил начальник управления труда и соцзащиты населения Неницкого округа, у других регионов уже есть. Нуждаются не низкие округи и в педагогах. В преддверии нового учебного года остаются открытыми почти три десятка вакансий. Список требуемых специалистов весьма разнообразен. Школы ждут учителей истории, математики, физики, информатики, русского языка и литературы, учителей начальных классов, социальных педагогов, педагогов-психологов, логопедов, а также преподавателей других предметов. С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте Центра занятости населения Неницкого округа, который вы видите сейчас на своих экранах. Сейчас прервемся на рекламу и вот, что вы увидите далее. Новые зебры и кирпичи. На центральных улицах города изменилась организация дорожного движения. Подробнее расскажет Надежда Литкова. Перекройте газопроводный кран, откройте все окна и двери, не включайте свет и электрические приборы. Как вести себя при утечке газа, расскажем очень скоро. База «Строитель». Телефоны для справок 8-911-654-1315 и 8-911-556-0425. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. На центральных улицах изменилась организация дорожного движения. Кто-то нововведениями недоволен, а кто-то считает их полезными. Сотрудник госавтоинспекции Сергей Баранович провел для нас экскурсию и подробно рассказал, в чем суть изменений. Особое внимание приковано к изменениям в организации дорожного движения на пересечении улиц Ненецкой и Пырерки. Движение на этом участке дороги стало односторонним. Такое решение было принято с целью разгрузить автомобильный поток. В часы пик, ранним утром и вечером здесь наблюдается большой наплыв автотранспорта. Жители города спешат в поликлинику, детский сад или на прием в федеральную миграционную службу. Постоянно создаются пробки и аварийные ситуации. Также, исходя с анализа по состоянию мелких дорожно-транспортных происшествий, это обычно при движении задним ходом, соблюдение бокового интервала, мелкие дорожно-транспортные происшествия, которые останавливали полностью движение. Теперь заезд на улицу Ненецкую возможен только со стороны улицы Ваучейского. А вот движение с Первомайской запрещено. Аналогично по улице Пырерки движение в одностороннем порядке осуществляется со стороны улицы Тыковылки. Соответственно, со стороны Полярной, в сторону поликлиники движение также запрещено. Сотрудники госавтоинспекции уверяют, дорожная ситуация улучшилась. Граждане, приезжающие в расположенные рядом учреждения, паркуют свои автомобили вдоль проезжей части и не создают друг другу неудобств. В то же время многие автолюбители нашего города изменением недовольны. Говорят, неудобно и объезжать очень долго. Владимир Малыгин занимается перевозкой граждан-инвалидов из дома в больницу. Он, напротив, считает, что изменения к лучшему. Сейчас поставили эти знаки, что здесь именно для машины, для инвалидной подъезжают. А то с той стороны перекроют движение, здесь машина заставит. И фактически подъезжаешь с инвалидом, особенно с колясочником, встать некуда. Он был там, стоял в том кармане, в дальнем, а там вообще стоять было не проехать. Здесь, потому что полностью перекрывали от магазина, и сюда было не заехать. Но сейчас вот знак поменяли, здесь удобнее стало вставать в машине. Можно человека-инвалидов подвезти. Однако нарушители, проезжающие на знак запрета, все же есть. Инспекторы ДПС периодически патрулируют этот участок и составляют административные протоколы. В Кодексе административных правонарушений предусмотрено наказание в виде административного штрафа 5000 или лишение английских удостоверений от 4 до 6 месяцев. Но это по решению мирового суда. Еще одна важная новость – установка пешеходных переходов. Новые зебры появятся в местах, где они раньше отсутствовали. Например, в ближайшее время на перекрестке улиц Ленина и 60 лет СССР. Обычно здесь очень много пешеходов. Оживленный довольно перекресток. И в связи с этим было решено для безопасности граждан установить пешеходный переход дополнительный. Сами дорожные знаки тоже претерпевают изменения. Знаки пешеходного перехода нового образца стали ярче и заметнее. В планах дорожников обновить все знаки до конца года. Сотрудники госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения обращать внимание на изменения и быть крайне внимательными на дорогах. Надежда Литкова, Сергей Качиков, Телеканал «Север». Что делать, если вы почувствовали резкий запах газа? Ответ на этот вопрос непременно должен знать каждый. Но практика показывает, люди в подобных ситуациях зачастую начинают паниковать, забывая о простейших правилах. Последствия самые печальные. Наш корреспондент напомнит, что делать и как себя вести, если вы вдруг почувствовали запах ядовитого газа. Что такое утечка газа? Семья Мишиных знает прекрасно. Они уже неоднократно сталкивались с опасной для жизни ситуацией. В последний раз, когда голубое топливо распространилось по квартире, семья незамедлительно вызвала газовую службу. Специалисты приехали, замерили уровень газа в воздухе и подтвердили утечку. Но устранить ее не удалось. Помешал большой слой краски на кране. Хозяевам предложили заменить его на новое. А пока, чтобы газ не выходил наружу и дальше, специалисты временно залатали место утечки. Впрочем, хватило этого ненадолго. Чуть позже запах газа вновь вернулся. Вот вечером с мужем пили чай, почувствовали запах газа. Муж посмотрел, выяснил, что у нас утечка газа идет в квартире. Вот пришлось вызывать газовую службу. Диспетчер внимательно выслушал знакомую проблему семьи и проинструктировал. Сказал, чтобы в квартире перекрыли газопроводный кран, открыли все окна, двери, а также не включали свет и не пользовались электрическими приборами. А самое главное – не зажигали огонь. Ой, какой запах. После инструктажа на адрес, где произошла утечка газа, незамедлительно отправилась аварийная служба. Всего через несколько минут машина со специалистами уже была возле дома. Очередная проверка работников газовой службы подтвердила утечку голубого топлива. Впрочем, незначительную, но даже в этом случае ее необходимо устранить. Нового крана под рукой не оказалось. Сотрудники аварийной службы временно поставили заглушку. Без газа зато теперь не страшно, шутят хозяева. Голубое топливо в квартире вновь появится только тогда, когда семья приобретет новый кран. Кстати, сам по себе природный газ совсем не пахнет. В него специально добавляют адоратые вещества, имеющие резкий неприятный запах. Важно помнить, если в вашей квартире произошла утечка, немедленно звоните в аварийную службу по телефону 04 или же по короткому номеру 112. Звонить нужно из помещения, не наполненного ядовитым газом. Олег Катанзейский, Роман Рычков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Снова прервемся на короткую рекламу, сразу после нее продолжим. Свадьбы по селе Геровске. На молодежном форуме в Тверской области они официально стали мужем и женой. О героях расскажем очень скоро. Вкусные и сытные обеды всего за 200 рублей. Торты, пицца, пироги, свежий шашлык, полуфабрикаты, блюда на вынос, детский уголок, бесплатный Wi-Fi. Ежедневно с 9 до 19 часов работает закусочная. Прием заявок на проведение любых торжеств и мероприятий. Только сейчас скидка на аренду помещения 40%. Торопитесь, срок действия акции ограничен. Столовый комплекс обедов. Улица 60 лет Октября, 57. Телефон 4-2303. Продолжаем выпуск. Молодежь Ненецкого округа продолжает покорять Селигер. Накануне на форуме завершился первый заезд из четырех. Участие в нем приняли 8 активистов из нашего региона. Молодые люди обсуждали различные проекты. Занимались вокалом, сценической речью и работали на мастер-классах. От Нарьянара Селигером привет! Первый заезд форума посвятили четырем сменам. Это «Беги за мной», «Команда-2018», «Технология добра» и «Арт-квадрат». Наша делегация была представлена в трех направлениях. Практически каждый участник на Селигер приехал со своей идеей, проектом или просто мечтой – спортивной, инновационной или творческой. Прежде всего, молодежный лагерь – это образовательный форум, поэтому каждый день здесь проходят десятки лекций и мастер-классов. Наши ребята поездкой остались довольны. Активисты получили новые впечатления и, конечно же, знания. Об этом в своем интервью они рассказали медиапорталу «Шолохов ТВ». Очень круто мы занимаемся, тренинги проходим, получаем шикарные знания каждый день по актерскому, по сценической речи, по многим направлениям. Очень круто. На самом деле день проходит сумасшедший. Здесь нет практически времени для того, чтобы просто вот так вот посидеть на травке, отдохнуть. Очень интересные ребята. Со всеми познакомился. Ну, почти со всеми. Тут 3000 человек. И как будто всех знаешь. Такое ощущение, как будто реально всех знаешь. Очень классная атмосфера. Просто крутая. Сейчас на селе Гере находится очередная делегация из 11 человек из Неницкого округа. Она участвует во втором форуме молодежных проектов. Смена посвящена теме ЖКХ. В составе нашей команды – журналист газеты «Нарьяна Виндер» Светлана Балашова, руководитель проекта в регионе «Все дома» Сергей Канев, активисты Надежда Латышева и Юлия Талеева, а также предприниматели Ольга Гвоздь и Александр Черепенин. Селигер – это не только образовательный форум, но и место, где играют свадьбы. На молодежном проекте свои отношения официально зарегистрировала влюбленная пара из Наринмара. Это Екатерина Дементьева и Александр Поташов. И вот что самая символичная молодая пара за всю историю Селигера стала юбилейной 200-й, которая получила свой первый совместный документ на форуме. На самом деле, молодые люди планировали сыграть свадьбу только осенью, но, приехав на Селигер, решили расписаться на форуме. Влюбленная пара выбрала необычные наряды. Вместо костюма и белого платья жених и невеста заключили брак в русских народных костюмах. Поздравить молодоженов, а в этот день всего расписались три пары, в юбилейный год для Селигера приехала главная сваха страны – Роза Сибитова. Да и Екатерина Дементьева и Александра Поташова дозвониться нам пока не удалось, зато мы связались с мамой невесты. И вот, что она рассказала нам по телефону. Вы знаете, как обычная свадьба, только вот такие вот всякие разные интересные моменты. Сам факт того, что пять тысяч человек на твоей свадьбе присутствует, причем в такой обстановке нетрадиционной. Это оригинально, это нестандартно, не заезжено. Интересно, им за ним очень понравилось. Телевидения очень много было. Современное искусство теперь в Наринмаре. Под открытым небом на площадке перед деловым центром Арктика открылась уникальная выставка «Аллея Победы». Еще год назад подобный проект мог показаться фантастическим для региона. Организаторы до последнего не были уверены в том, что приедут в Наринмар. Пугала сложная система доставки. «Если бы мы знали, с какими трудностями столкнемся, мы бы никогда в жизни за это не взялись», – шутят организаторы. Но, вопреки всему, выставка состоялась. Вместе со скульптурами к нам приехало и несколько мастеров. Посмотреть на их работы можно даже ночью, – уверяют организаторы. Выставка посвящена предстоящему 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Вот скульптура Игоря Андрюхина «Блокадный хлеб». Она выкована из стали, края ее грубо обрублены. Это дает зрителю понимание того, как сложно приходилось людям и чего стоил кусок хлеба в блокадном городе. Следующая работа мастера – жернова – выполнена с глубоким философским смыслом и трепетом. По лучам сварки заметно, что рука мастера дрожала. Это придает ей особый шарм. Кстати, практически все представленные работы выполнены из бронзы, камня и других материалов, которые способны выдержать ненастную северную погоду. Сделана работа из стали, из самой мягкой стали, которая есть. Она низкоудеродистая, мало подвержена коррозии. Это может экспонироваться в обычных условиях, а под открытым небом, под дождем. Стоит отметить, что экспозиция представлена не только произведениями военной тематики. Война неразрывно связана с темой мира, человеческой жизни, стремлением людей к самосовершенствованию, развитию и достижению новых горизонтов. Именно этим наполнена скульптура Антонины Ватхулиной – «Золотой воин», человек с копьем, нацеленный на победу». Скульптуру жители Наринмара могли и не увидеть, признается автор. Предложения сыпались до самого отъезда. Больше всего боялись, что зрителей не будет, делятся переживаниями мастера. Но опасения, разумеется, не подтвердились. Первые зрители – это были дети. Подробно расспрашивали, что означает каждая скульптура. Тогда еще не было этикеток, аннотаций не было. И самый популярный вопрос, который они задавали – это все останется нам. Открывать все карты организаторы не стали. Но по секрету сказали, что вопрос о покупке некоторых скульптур ведется. И, возможно, очень скоро на улице города установят памятный привет из Петербурга. Напомним, Аллея Победы будет открыта для всех жителей и гостей города до 15 сентября. Надежда Литкова, Зайкер Вафин, Вадим Стасюк, Александр Дуркин. Телеканал «Север». Чистая работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Телеканал «Север» Внимание! Кто-то собирается плавать, а мы уже идем из Архангельска в Нарьянмар. Перевозка любых грузов по расписанию. Доставка от двери до двери. Доступные цены. Гарантия качества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова